Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна ФМ. В эфирной студии говорит Роман Шахов и пританцовывает Маша Новая. Но вы можете заметить, что мы не одни здесь. Всем прекрасного вечера, понедельника, да, наш вечерний эфир начинает свою работу. И сегодня в эфирной студии телерадиоканала Страна ФМ мы с Романом не вдвоем. У нас замечательный человек. Сегодня вместе с нами Иван Ургант. Ребят, вы сначала подготовьте пласт, скажите какие-то шутки, поговорите про новости на прошлой неделе и потом уже говорите, работаем ли. И сейчас те, кто нас не только слушает, но смотрит, думают, как он поменялся, что такое и где. Нет, друзья, это была шутка маленькая, именно да. С юмором мы и решили начать сегодня с Романом на шефир. Нет, конечно же, не Иван Ургант, но человек, который заключает в себе сразу же множество личностей, много окрасок и так далее. Это Олег Есенин, ваш аплодисмент, пожалуйста, участник многих юмористических проектов на федеральных телеканалах, пародист, импровизатор, работающий в жанре имитации. Прошу любить и жаловать. Да, добрый вечер. Он еще и радиоведущий, он еще поэт. На секундочку. Да, вот. И может быть даже уже записывает собственные песни. Об этом будем разговаривать. Легко поговорим, тем более, что занимаюсь разным творчеством. И вы правы, есть и музыкальная. Вот, вот, видишь, видишь, кто не поет. И Олег тоже поет. Ну, подожди, вот ты сразу же о поэте заговорила. Какая интересная фамилия. Есенин. Это ваша родная фамилия? Или же все-таки, может быть, вы у кого-то ее позаимствовали? Я не люблю звездеть, да. Вот так. Пожалуйста. Нет, на самом деле, я просто, может быть, надо было взять с собой документы, так на всякий случай, да? Паспорт желательно вместе с собой. Есенин на паспорте, в паспорте Есенин, все нормально. То есть это не псевдоним творческий. А вот здесь я промолчу. Здесь придется промолчать. Но скажу так, ладно, давайте скажу так. С семнадцати лет я официально Есенин. Так подойдет? Да. Подойдет. Слушай, ну ты гораздо раньше, скорее всего, познакомился с творчеством Сергея Саныча и влюбился. Как это было? Что за стихи? Белые березы под моим окном. Школьная программа. Школьная программа с теми самыми учебниками, где был хит и взгляд одного ведущего политика, который развалил Российскую империю. Вот это вот. Вот там эти тексты, стихи, это все оно вот оттуда, оно из детства, как любовь к поэтам. Она же нам прививалась как раз с детства, только каждый выбирал свой путь. И Маяковского печатали в учебниках, и в каких-то детских там книжках, и Ахматова, и всех остальных, и Блока. Каждый выбирал по-своему. Ну ты участвовал в каких-то детских концертах и говорили, Олег, надо выучить стихотворение, выйти там, рассказать что-нибудь. Или не было такого, короче. В те незапамятные времена, когда ДДТ была еще не группой, а Домом детского творчества. Я занимался в разных кружках. Естественно, у нас были так называемые отчетники. Потому что люди, которые в ДДТ преподавали гитару там или что-то, или все, у них были отчетники. Ну и я, да, я выступал на отчетниках Дома детского творчества. То есть новогодние елки, я играл свиней. Да. Вот чей год был, того я играл. Того играл. Да. Очень хотелось в то время походить на Брюса Ли и сыграть дракона. Но тогда закрыли ДДТ, распался Советский Союз. Все, давайте не будем о грустном. Олег, у меня к тебе вопрос. Вот, собственно, с какого возраста ты начал говорить не своими голосами, не своим родным голосом? С восьми лет. О, что? Что произошло в мире в этот момент? Почему? Как ты понял? Это была необходимость. Как ты открыл в себе этот талант? Да нет, не то, что необходимость. До этой истории ее, в принципе, многие знают, кто знаком со мной, с моим творчеством. Это было в школе. У нас ввели там новый предмет, что-то типа политкорректности. Это было в Казахстане. Что типа политкорректности, история страны. И у нас был очень типажный учитель. Молодой, 24-летний, молодой бойкий парень со значком Нур-А-Тан. Ну, такой весь. И он был очень типажный. Я не знаю, как так произошло, но я захожу в класс, у нас начинается урок. Он был типажный, но при этом очень строгий. Я захожу в класс, а мои одноклассники там, бумажки, ну, все как положено. Сейфа, вот это вот. Вот. И я подумал, у меня мысль промелькнула. Вот сейчас зайдет учитель, а здесь такое, ай-яй-яй. И я не то, что специально, а как-то у меня так вырвалось. Вырвалось его голосом. Я говорю, так, начинаем урок, садитесь. Они сели, а потом посмотрели на меня, такие типа, что сейчас было. Кто этот голос? Да, а я сам от себя не ожидал. А, то есть это неожиданно вырвалось из тебя? Вырвалось неожиданно, а потом уже я начал над собой работать. Ну, слушай, мне кажется, это природные данные. То есть, учитывая, что ты особо это не развивал, у тебя это вырвалось, и дальше все как-то пошло, пошло. Как не любил говорить Ленин, все сверху. Все дано нам. Из какой ты семьи? Это творческая семья, может быть? Мама творческая, сестра творческая. Чем они за ним? Песенны? Мама поет, сестра поет, сестра тоже участвовала во всякого разного вида творчествах, КВН и все остальное. Мама в свое время на юге Казахстана участвовала в разных больших конкурсах тоже. Вот оттуда, наверное. Ну, Тамара Владимировна, да, как она вообще отреагировала на твои первые успехи, сказала сыну? Как? Только удача, только удача и сопереживание тому, что я делаю, ну, именно тому, что и получается, не получается. У меня нет у мамы такого, что вот получилось, и она такая, да, не получилось, типа, а, вот, и вот. Нет, она поддерживает в любом случае. Она изначально сказала, что это хорошая профессия, не надо там идти в народное хозяйство, ничего, да, сказала, это хорошо. Она говорит, это интересно. О, ровно как и наша следующая песня. Белись на вооружение, мамочки, да, сделаем небольшую паузу, после которой вернемся, будьте рядом. Ну, мы, собственно, вот сейчас за кадром начали общаться на тему, чем же отличается пародия от имитации. И Олег как раз-таки работает в жанре имитации. Имитация, да. Да, да, в чем есть разница между этим понятием? Разница есть в том, что пародия – это тоже не очень легкий жанр, но это шаржевый жанр. Пародия – это шарж, это карикатура, когда ты берешь то, что, в принципе, видишь и чувствуешь на поверхности. То есть этим занимаются, да, профессионально, но пародисты. А имитация – это когда ты не только снимаешь просто поверхностно голос, а когда ты прям идеально, твой голос растет с персонажем. Мне кажется, когда ты живешь с персонажем, когда ты можешь от его лица… Еще круче, еще круче, когда ты разрабатываешь персонажа настолько, что ты можешь думать как персонаж. Вот это имитация. Ну, и я говорю, там очень много факторов. Например, там один из любимейших моих голосов, да, Павел Воля. Мой голос рос вместе с его. То есть если 10 лет назад, Паша Воля, это был вот такой какой-то интересный голосок, вот так вот, то сейчас Воля – это намного глубже, это намного ниже. И, естественно, вместе с ним растет мой голос. Ух ты. Да, потому что… А без этого нету этой профессии. Тогда ты… Чем ты занимаешься, человек? Зачем тебе это надо? Зачем это надо другим, если ты не умеешь? Ух ты. Слушай, это очень интересно. А сколько времени ты вот работаешь над персонажем? Вот, например, тебе кто-то понравился. И как, ты сразу считываешь его манеру поведения, его, может быть, характер, голос? Нет, это разработка. Это называется разработка у меня, причем есть своя техника разработки, да, и наработки голоса и персонажа. Вот, оно приходит не сразу, а некоторых надо вот где-то либо ловить, либо подсматривать. У меня есть друг, он… Я его все время называю немолодой начинающий парадист, Альберт Ибрагимов. Вот, я очень долго бился за голос Семена Слепакова в себе, но я не мог найти его. У меня не было чего-то, вот чего-то не было. Вот этого вот ключа. Гитары. Нет. Нет. Чего-то не было. И в какой-то момент, аж до зависти мы сидим где-то… Мы сидели, да, на Флоте или плавали по Москве. И в какой-то момент, на зависть мне, Альберт просто мне выдает Сеню. Я такой… Ты услышал и согласился, да, что Сеня? Я такой, опа-на, я говорю, где ты искал? И он мне объяснил так слегка. То есть, что-то я взял у коллеги, да, там, не у одного коллеги, там, Юлия Соломоновича Гусмана я взял у другого парадиста. То есть, есть вещи, которые вот как-то приходится, слава богу, не воровать, но подсматриваясь. То есть, это как мозаика, да, ты собираешь, и потом уже получается. Это когда что-то не получается у тебя, ты пытаешься искать другие двери, ты там стучишься, типа, а-а-а, здесь случайно вот связки как нормально, ага, там ниже, да, спасибо. Во, и начинаешь открывать, ключик вставлять, вот, повернул, а, вот, вот здесь. Подожди, это достаточно долгий процесс. Это долгий процесс, от полугода до трех лет. О-о-о, подожди. Слушай, кого ты три года делал? Мы сегодня с Раваном. Слепакова. Слепакова три года? Да. Ты ему сказала об этом что? То есть, я действительно три года не понимал, почему вот, ну, не дается мне этот персонаж, как он должен говорить, потому что он интересный мне был, но при этом вот что-то было не так. Слушай, ну теперь, по-моему, все очень так, спасибо. Дубки уточкой надо было просто сделать, и голос пошел. Сегодня у нас прекрасный артист, пародист, и я думаю, что у этого человека столько талантов, что вы будете удивляться и удивляться до конца часа. Олег Есенин на телерадиоканале «Страна.ФМ». Мы продолжаем. Да. Еще раз всем здравствуйте. Олег, вот сразу же к тебе есть маленькое творческое задание. Мы с Романом подготовились, и мы уже знаем, что ты, конечно же, в своем профессионализме достиг таких высот, и можешь вот прям сходу импровизировать. Это так? Ну, это смотря что вы приготовили. Слушай, я тоже не знаю сейчас, что там. Нет, у меня есть лица знаменитостей, известных людей, не знаю, пародируешь их ты или нет, но мы сейчас будем проверять. Итак, они у меня распечатаны вот здесь. Друзья, кто нас смотрит, могут в этом убедиться и увидеть их сейчас. Я вот уже один портрет открыла, это Дмитрий Дебров. Но задание усложнится тем, что мы с Романом будем тебе какие-нибудь интересные казусные ситуации подсказывать. Давайте попробуем. Например, это не просто Дмитрий Дебров, а, например, Дмитрий Дебров пришел со своими детьми в зоопарк. И вот что там с ним происходит? Ну, тут неподалеку, да, как раз. Внимание, дети, обратите внимание, свое же, что мы сейчас с вами в центральном зоопарке города Москвы, и перед вами клетка. Мы, конечно же, не видим звереныша, но видим его, как бы, жизнь снаружи. Вот мы видим немного сена, риса. Так что вопрос, что же за зверь сегодня скрылся в своей норе, а мы видим результат его общественной деятельности. Итак, это А, норка, Б, барсук. И так далее, да. Рома, следующего ты, пожалуйста. Давай, придумывай. Давай. Ваня Ургант привел детей в детский сет, да, чтобы детская тема у нас так же осталась. Хорошо. А ему говорят, дети там плохо себя ведут. Нет, у него просто девчонки уже взрослые, на самом деле. Хорошо, тогда в школу вызвали Ваню. В школу, да, кстати, да, родители за плохое поведение детей вызвали в школу. Дорогие учителя, если вам кажется, если вам кажется, прежде всего, что мои дети плохо себя ведут, а вспомните-ка себя, 15-летние, когда кидались тряпками, милым писали на доске плохие слова, например, «Мир, труд, не хотим». Много же чего происходило вместе с вами. При этом не забывайте, что всегда надо задавать детям вопросы, глядя снизу, взгляд снизу, прямо сейчас в нашей рубрике «Встречаемся в школе». Браво. Браво. Ну, давай сейчас еще. О, вот это, кстати, наш любимый персонаж, пожалуйста, Александр Масляков. Но давайте не в рамках КВН, а в какой-нибудь такой бытовой, житейской ситуации. Где можно? В бане. Хорошо, Александр Васильевич пришел в баню, да. Добрый вечер, дорогие друзья, я рад приветствовать вас здесь, в Сандунах, где мы собираемся раз в две недели, дабы отметить праздник души и тела, если можно так сказать, и дабы не растекаться мыслью по древу, тем более, что карельская береза еще не подсохла в сауне. Хотелось бы предложить всем разобрать свои веники и прекрасно провести время. Мы начинаем париться. Ни пуха, ни пера. Чертого. Браво. Слушайте, ну здесь есть у нас еще герои. Я думаю, что мы продолжим чуть-чуть позже. Прямо сейчас, да, нам надо прерваться на небольшую музыкальную паузу, и совсем скоро опять мы к вам вернемся. Продолжим каламбурить, будьте поблизости. И сегодня у нас замечательный гость, великий импровизатор, великий имитатор Олег Есенин. Спасибо. Давайте продолжим парад импровизаций, потому что пародиями я это не могу назвать. Нам Олег объяснил, что все-таки импровизация это другое. Надо войти в роль, понять, почувствовать этого человека. Надо стать этим человеком практически. Итак, кто же у нас следующий человек? Самый сексуальный мужчина на планете. Это же Александр Рева вместе с нами сегодня. Где же может быть Александр? А давайте-ка он на конкурсе красоты выиграл среди девушек. А почему нет? Может быть такое? Ну, наверное. В нашем мифическом, да, воображении. Всем здравствуйте. Всем здравствуйте, да. Большое спасибо моим родителям, что я получился такой красивый, что все девушки обсовидовались на этом конкурсе. Спасибо моему учителю по сольфеджио, что его у меня не было, поэтому я так хорошо пою. Большое спасибо моей жене, которая поддерживает меня в инстаграме, лайкает. И мы не видимся дома. Большое спасибо всем тем, кто оценивал меня сегодня. С вами был я, Артур Пирожков. А, 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 А. А, А, А. А, 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 А. Не хватает, Алькает? Крак. Я тоже, я не понимаю. Либо, как мы любим делать. С вами был Александр. А, 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 еще Рева. Мне кажется, люди, которые только что к нам присоидились, не сразу поняли, что вообще такое происходит. Сегодня, друзья, все хорошо у нас. Все хорошо, у нас здесь небольшие моральные развлечения. С кем будем дальше развлекаться? Не знаю. Покажи, пожалуйста. Ваши фантазии заведут вас далеко. Наши фантазии, да. А мне интересно, а вот можешь прям сходу слету нового человека спройдет? Вот, например, романа. Это вообще реально или нет? Это большая работа, это всегда. То есть так невозможно понять тембр человека и сразу его повторить. Окей, тогда возвращаемся к нашим портретам. И кто же здесь у нас? Александр Гордон. Просит скидку в автосервисе. Да, пожалуйста. Менял шины, да? Ну, например, автомобиль. Переобувался, да, и просит скидку. Александр Гордон. Ну, во-первых, вы мне объясните, почему я просил той, а вы поставили мне Юкугамму, которая стоит на 1200 рублей меньше, как за комплект. И сейчас вы меня уверяете, что я это у вас просил. Я же человек, как говорится, думающий. Я же все-таки хомо-сапиенс, дабы дойти до вас мыслью. Задумайтесь над этим, верните мне деньги, еще лучше сделайте скидку, а еще лучше подумайте над тем, вот что больше у вас, мужского или женского. Да. Слушайте, это здорово, потому что Олег не только меняется внутренне, но еще и внешне. Он прям-таки приобретает облик. Александр Гордон, такой взгляд из-под лобья. Слушай, абсолютно актерское преображение. О, ну это, мне кажется, твой любимый персонаж. Ну скажи, у тебя же наверняка есть любимчик, и мне кажется, это он. Нет, нет, нет. Не он? Это любимчик тех людей, которые знают мое творчество. Они нас ассоциируют постоянно. Они даже почему-то думают, что мы, наверное, дружим и знакомы. Нет. Вы просто братья, вы реально похожи даже. Подожди, вы не знакомы? Вы не общались никогда? Нет, мы не знакомы. Обалдеть. Друзья, речь идет о Сергею Безрукове. Сергей Витальевич Безруков, да. Да. А где же у нас будет Сергей Безруков? Ну, в России, наверное. Нет, а пусть он будет за границей. Он за границей ищет березы, а их там нет. Там только... Он в пустыне, а берез нет. Да, действительно, кактусы. Ну давайте. Эх, каракум, каракум, мой спокойный песочный каракум. Там, где саксоул пролетает под звуки легкого ветра. Где вы, березки? Почему вас здесь нет? Было бы здесь хорошо, было бы здесь чисто и красиво. И текла бы водица по этой сухой, никому не нужной земле. Браво! Даже вдоль. Мне кажется, новый спектакль готов. Моноспектакль. Давай, крути еще. О, друзья мои, чем дальше, тем интереснее с каждым разом. Это Владимир Познер. Владимир Познер услышал одну из песен Ольги Бузовой, например. И ему понравилось. Очень понравилось. Ну, а почему мне это? Понравилось. Вы знаете, что хочется сказать нынешнему поколению? Мы живем в России, но при этом мы мало понимаем о тех, кто живет за границами нашей страны. И поверьте мне, Чехия и Словакия в своем единении когда-то, как Чехословакия, были единым целым. А сейчас каждый из них, очень мало другой половины. Возможно, именно об этом, в принципе, глубокий текст песни Ольги Бузовой, мало половин. Подумайте над этим, берегите себя. Какой поворот неожиданный просто. Ну, а возможно же, опасно. Да, может быть, вообще, что делать. А Раму нет в Чехословакии. Может быть, об этом как раз песню Ольги Бузовой. Итак, это еще не все. Друзья, есть у нас еще несколько персонажей. Ну, собственно, ты его уже сегодня нам показывал. Да, да. Это тот человек, который у тебя хорошо получается. Это Павел Снежок Воля. Но сейчас давно уже не Снежок. Сейчас все называют меня Павел Алексеевич, потому что я стал женатым отцом. У меня все прекрасно, у меня все хорошо. Я работаю над собой, я работаю над людьми. Я пытаюсь донести теперь какие-то мысли, а не просто выйти и сказать. «Плохой человек, фу-фу-фу, творчество не очень». Нет, теперь я совершенно другой. Подожди, Паша Воля, я знаю, у него есть какая-то большая гигантская кошка, которая у него живет. Давай представим, сфантазируем такую ситуацию, что он продает котят на рынке. Или раздает. Или раздает, да. Ребята, здесь оказывается информация, что у меня есть кот Мейн-Кун, но почему-то кот решил окатиться, и ребята просят раздать котят. Возьмите. Они не только мягкие, добрые, пушистые. Они еще полностью знают Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Достоевского и Чехова, потому что в семье учителя русского языка и литературы не может быть необразованных даже котят. Возьмите, пожалуйста, в добрые руки и растите, мудрейте вместе с ними. Ваш Павел Алексеевич. Продано. Я бы точно одного кота себе забрала. Дорогие друзья, мы скоро вернемся. Вы, я думаю, получили большое удовлетворение, но мы еще не прощаемся с Олегом. Он остается в студии Страны ФМ. Сейчас что-то из музыки у нас. Варвара Висбор продолжает эфир на телерадиоканале Страна ФМ. Песня «Ниже нуля», песня, которая пугает своим названием. Надеемся, что апрель нам не подкинет больше таких сюрпризов. Так что вместе смотрим, слушаем. Олег Есенин на телерадиоканале Страна ФМ. Друзья, человек, который может говорить разными голосами, делает это великолепно, талантливо и очень профессионально. Но, кроме того, мы знаем и любим Олега, который долгие годы играл и, наверное, сейчас играет КВН. КВН. Любимую всеми игру. Клуб веселых нахочек. Расскажи о своем творческом пути, связанном с КВН. Не знаю, что у тебя была команда. Ты сейчас играешь в сборной Московского цирка. Я сейчас уже в ней не играю. Начался мой путь со школьной лиги. Естественно, как любой школьник, который играет в КВН, у меня появилась мечта потом сыграть в высшей лиге. Я сыграл. Теперь у меня мечта выиграть высшую лигу. И под все эти желания и достижения я иду какими-то шагами вперед. То есть для того, чтобы там поиграть в высшей лиге с прекраснейшим человеком и просто действительно человеком-руководителем, человеком, который все понимает и знает, Эдгард Запашный, в 2014 году мы придумали в Минске сборную цирка. Большого московского цирка. Да. Нет. Сначала это была команда просто сборная цирка, которая называлась «Цирк уехал». Это был другой состав, это был другой концепт. В 2015 году мы его показали на фестивале КВН в Сочи. Попали в Лигу Москвы и Подмосковье. Лампа. Вот это центральная лига. Там же в Лампе пришел наш очень хороший художественный руководитель Станислав Агафонов. Мы переобулись там в то, что потом ушло в телевизор. Но просто в прошлом году мы обоюдно расстались, потому что есть амплуа. У каждого в цирке, в команде было свое амплуа, которым он и занимается. Там, причем, не просто ребята, там действительно ребята, которые из цирка. Там есть жонглеры, акробаты. Но в цирке-то в самом нету такого жанра, как клоун-пародист. Я просто там присутствовал, потому что, да, это было изначально наше с Эдгардом детище, я хотел вот как-то его развивать. А потом мы поняли, что в этом нет необходимости. Команда автономная и без меня, будь это капитан или руководитель, неважно. И все хорошо. Что касается руководителя, ты сейчас руководишь какой-то командой КВН. Расскажи об этом. Сейчас есть команды КВН. Мы пока нигде не играли, но все знают, что такое потенциал. У моей команды, которая есть сейчас... Она так называется, потенциал? Нет, у моей команды, которая есть сейчас, у нее большой потенциал для КВНщиков, который какой-то непонятный. Они мне говорят, да нет, когда я говорю об команде... А ты показывал уже что-то? Нет, мне... Когда я говорю об этой команде, мне мои коллеги, разные из КВН, говорят, это невозможно, потому что там звучит фраза «За шесть лет полностью от ноля до вышки выиграть ее». Мне говорят, да нет, это невозможно. Возможно, потому что если многие команды, они делятся, да, играющие это отдельно, к ним приходят авторы, пишущие и все остальное, то в моей команде там играющие авторы, они же учатся и являются кто-то режиссером, кто-то сценаристом, кто-то универсалом, кто-то вокалистом и все остальное, кто-то еще... То есть команды, которые вот сама в себе органично и охватывают весь спектр того, что нужно для КВН. Но ты там только руководитель или тоже выходишь? Нет, я только руководитель, потому что теперь вот я поиграл в вышки. Теперь другая мечта выиграть вышку в любом амплуа. Почему бы не в амплуа, а в руководителя? Когда вы пойдете за победой, расскажи. Благодаря эфирам страны ФМ хочется сделать одинокие глаза и почему-то Мартиросянам обратиться. Хороших КВН-чика в стране осталось не очень много. Уважаемый спонсор, если тебе есть куда вложить деньги в хорошую команду КВН, позвони мне. Мне очень нужен спонсор. Я знаю, что ты сейчас меня слышишь и видишь. Хорошая команда ждет тебя. А мне кажется, этим голосом можно реально добиваться Можно процент твоей подеги снизить. Да, тогда можно звонить всем, всем людям. А у тебя были в жизни такие ситуации, когда ты, ну, например, голосом какой-то знаменитости звонил и разводил? Я голосом Деброва заказывал пиццу, мне привозили в течение 22 минут. Голосом Александра Васильевича Маслякова привозят пиццу очень быстро. Ты только пиццу заказываешь? Да. Зачем веселиться намного ярче? Извинуть кого-нибудь или свою команду. Нет, это не работает. Потому что здесь уже идет ценз самого себя. Да, заказать пиццу кем-то, это интересно. А пытаться от персонажа что-то добавить своего в его личную жизнь, это неправильно. Мы знаем, что ты также являешься актером озвучания. Об этой игре из своего таланта расскажи, что озвучиваешь, когда, где можно увидеть и услышать. Да, есть работы, которые сейчас до сих пор еще рисуют мультик. Рабочего даже названия не знаю, потому что его и не было. Я звучал там. Я звучал в нескольких сезонах сериала «Кухня», где надо было подтонировать каких-то персонажей, у которых нет голоса. Мы тонировали президента Владимира Владимировича Путина в «Кухне в Париже». Как это было? Ты говоришь его голосом. Нет, это спецзаказ. Это стоит больших денег, Рома, не расплатишься. Вот, бригада «Наследник», два телефонных звонка от Саши Белого. Ну, то есть какие-то такие разные они работают. Они везде разные, но они есть. В КВНе очень много. Последнее, что мы сделали, это как раз-таки фильм «Каникулы президента», который сейчас идет в прокате. Илья Шерстобитов, прекрасно, он позвал меня, и мы там, я тонировал не президента, сразу скажу, так как уже кто-то посмотрел кино, мы сделали историю, так как это история российской комедии о российском президенте, мы под Сергея Витальевича Безрукова озвучили некоторые моменты этого кино, что добавило иронии. Вот, а так, да, когда просят звучать, я иду и звучу. Но мы сейчас очень ждем, как раз-таки, когда дорисуется и пройдет все постпродакшены, мультфильм, над которым я озвучил более пяти персонажей. Ого! Ну мы тоже будем ждать и, конечно же, следим за всем последним вестям. Ну, скажи, пожалуйста, ты у себя напишешь в Инстаграме хотя бы, когда можно пойти? Потому что откуда же мы узнаем, если все так секретно? Это будет обязательно. Ну, потому что уже сейчас можно идти, кстати, на этот фильм «Каникулы президента», и я вот более внимательный его теперь смотреть. Мультфильм. Также мы ждем твоих стихов. У тебя же есть какая-то даже литературный клуб, вот такая вот история. Литературный клуб, он есть, но он остался в Самаре, да, творческое перо называется. Ну, это надо просто собираться. Литературный клуб, это не зарегистрированный ИП. Вот. Оно не приносит денег творчеству, но оно есть, да. Клуб остался в Самаре. Я по-прежнему пишу, пишу, к сожалению. Редко, за это себя очень часто корю. Но, да, я пишу и пишу какое-то не такое васильковое творчество. А можешь чуть-чуть почитать? Вот, ну, сейчас мы сделаем паузу, после которой, да. А давай мы сделаем сейчас как раз-таки подводку, объявим песню, может быть, голосом какого-нибудь твоего любимого персонажа и представим наших следующих, собственно, артистов в эфире. У нас сейчас Эмина и Полина Гагарина. Давай, например, голосом. Ну, кого тебе хочется? Давайте редкого. Редкого? Да, мало кто знает. Есть прекраснейший человек, я его очень люблю. Михаил Олегович Ефремов. Прекрасно. Давай. Знаете, как мне нравится, когда творчество двух людей соединяется в нечто одно и красивое. Например, есть певец, певец, Эмин, есть Полина Гагарина. Прекрасная девушка, мне кажется. И вот они в невесомости нашли друг друга и в этой прекрасной, замечательной песне. Может быть, послушаем. Ой, с огромной радостью, друзья. Послушаем. Давайте слушаем и смотрим. Время проносится просто стремительно и волнееносно. Хочется его еще ненадолго остановить, но, слава богу, есть у нас еще в запасе пару минут вместе с нами замечательный поэт, пародист, импровизатор, работающий в жанре имитации Олега Есенина. Всем еще раз добрый вечер. Кто вот только что решил вот так покрутить станцию и, может быть, у кого-то телевизор с плоскогубцами, такой пуп-пуп-пуп. О, вот здесь. И прямо сейчас давайте уже остановимся, наконец-то, на стихах. Так хочется поэзии. Твои личные, кровные, да, стихи. Что мы послушаем? Я не знаю, наверное, смысл жизни каждого человека это какая-то, не какая-то слава, а с другой стороны, какая-то любовь, да, она же славаит. Есть такой стих, я его открыл заранее, потому что мне строчка, которую нельзя произносить на радиостанциях и телеканалах. Нет, там немножечко, поэтому ее надо изменить. Есть такой стих, подоконник, он, наверное, об этом. И он звучит так. Если бы я нашел подоконник, я сидел бы на нем с кружкой какао. Кружка горячая, мысли холодные, а рядом билет на отдых в Макао. Если бы ты нашла подоконник, ты бы сидела на нем и курила, а в кружке точно такой же напиток, но как-то какао забыто остыло. Если бы он нашел подоконник, там бы ноутбук легко поместился, принтер, блокнот, еще пару ручек и сигарета, которая давно не курилась. Если бы она нашла подоконник, там бы горшки с цветами стояли. Она бы сначала их поливала, потом бы ей дети их поливали. Если бы нам найти подоконник, билеты в Макао я бы взял на двоих. Какао всегда был бы горячим, с любовью в кружке, в ладонях двоих. Если бы им найти подоконник, в ноутбуке бы дети во что-то играли, ручкой в блокноте каракули, цифры и вместе цветы бы они поливали. Я не строитель, я не архитектор, я лишь простой мысли поклонник. Каждому в нашей маленькой жизни нужен любимый и свой подоконник. Браво! Зал встал, аплодирует стоя. Ты где-то их публикуешь? Да, стихи ру. Стихи ру и с бачитами. Из бачитами и стихи. И также мы хотели бы спросить по поводу твоих песен, Олег. Да. Что за песни, где их можно услышать, когда? В каком жанре? Значит, свои песни я не пытаюсь показать на суд зрителей, слушателей и всех остальных, потому что мои песни, они какие-то вот примерно там и же демо мои стихи. Но философские такие, романтично-рирические. Но, но, есть творчество, которое я с удовольствием сейчас хочу реализовать в любых рамках любого города. У меня есть прекраснейший друг Андрей Семенников Хмели. Хмели — это его такой никнейм. И у него есть творчество, которое я люблю больше всего, творчество музыкального, любого творчества Хмели. И он мне разрешил, он мне дал право как автор, как поэт и как музыкант это творчество петь. И мы сейчас реализуем себя вдвоем как группа, которая называется Хмели. И мы это будем делать начиная с лета на разных московских площадках. Отлично. Можно будет посмотреть и послушать. Тогда выкладываю в Инстаграме афишу выступления Хмели. Обязательно. Мы все с нашими зрителями и слушателями обязательно туда направимся. Друзья мои, ну все, настает время уже, наверное, закругляться, подводить итоги и прощаться с нашим замечательным гостем. Спасибо, что позвали. Олег Есенин, друзья, был на телерадиоканале Страна ФМ. Мы желаем тебе всего самого-самого наилучшего. Открывай новые грани своего мультиталантливого космоса. Любите и берегите себя. Ура, спасибо большое. До новых встреч, друзья. До новых встреч, друзья.